теперь давайте пройдем точнее опросник только для новичков только для тех кто перешел с прежнего вебинара техника экономического то есть первую очередь мы ориентированы там были на новичков те кто пришел первый раз пожалуйста проголосуйте голосовать вы уже научились сколько людей перешло для нас эта статистика всегда очень и очень важно потому что максимально кратко максимально емко четко без каких-либо излишеств доносить информацию и вводить человека в информационное поле skyway я когда-то сам был так скажем грубо если говорить введен в информационное поле чему абсолютно не жалею так как этот проект изменил очень серьезно перспективы о развитии бизнеса перспективы о личностном развитии вообще в жизни и не только личностном развитии построение уже серьезных отношений серьезной направлении серьезной корпорации в современном мире в современной промышленности и соответственно в участии в формировании шестого технологического уклада друзья искренне надеюсь что проголосовали именно те люди которые действительно перешли с вводного технико-экономического вебинара и являлись там новичками потому что если статистика не врет то это достаточно хороший показатель нас присутствовало 500 людей и если 10 процентов перешли им информация была близка интересно то это достаточно хорошая конверсия которая может позавидовать любая не побоюсь этого слова сетевая компания мы не сетевая компания мы являемся фондом по привлечению инвестиций в международную группу компаний skyway то есть это инновационная технология соответственно которая позволит измениться значительно торговым промышленным отношения в современном экономическом и не только мире и соответственно каждый из нас с вами может принять участие формирование нового технологического уклада и новой экономической эволюции мира новой мировой экономики почему потому что на самом деле сегодня технология была признана точнее феврале не сегодня не вчера уже вот так скажем несколько дней назад феврале была технология признана экспертным советом при министерстве транспорта российской федерации друзья это великая наша с вами заслуга потому что на самом деле этого ожидали сквозь года так скажем многие года 2009 году дмитрий анатольевич медведев выслушав на заседании госсовета про технологию skyway к сожалению не поддержал ее как на тот момент можно было поддержать но видимо не было еще достаточно прошло время времени после развития самого проекта после формирования доказательной базы и сегодня наиболее мощная сильная доказательная база в первую очередь доказательная база является то что началась уже стройка уже мы с вами установили почему мы с вами потому что за счет средств народного финансирования будет но 19 это остальное уже достаивается второй этаж и друзья вы не представляете как ускорится проект после дата официального признания уже после официального признания также прошли очень серьезные переговоры на которых присутствовал сергей анатольевич сибиряков я также присутствовал естественно анатолий и очень серьезные потенциальные крупные инвесторы сподвижники точнее соратники по развитию проекта и партнеры настоящие крупные партнеры по развитию проекта как когда-то вошел и это бывший директор транспортного департамента Южной Австралии друзья в феврале было признано официально что мы являемся инновационной технологией что мы являемся абсолютно конкурентоспособной технологией абсолютно перспективной технологией и соответственно нас рекомендуют к использованию в различных регионах Российской Федерации и формирование градообразующих инфраструктур в том числе на территориях Российской Федерации формирование новых грузовых направлений в том числе в том числе и северный широтный вход и так далее это все постепенно появится огромная работа была проделана и она велась более полугода так же как и готовилось заключение МБМ то есть это высшее консалдинговое учреждение которое признало технологию SkyWay абсолютно перспективной во всех отношениях и самой перспективной вообще технологии транспортной коммуникации на сегодняшний день и друзья вот настало время что в России крупнейшей так скажем державе мощнейшей державе также при Министерстве транспорта Российской Федерации экспертным советом было официально признано что технология SkyWay является инновационной для кого то покажется этот протокол чем то незначительным но друзья не важно чем кажется этот протокол для так скажем стандартного входящего в первый раз в проект скептика самое главное чем является документ для потенциальных крупных инвесторов для чиновников которые уже рассматривают нашу технологию SkyWay для внедрения в качестве адресных проектов в тех или иных регионах для строителей и естественно крупных венчурных фондах технологических венчурных фондах которые наблюдают и соответственно это огромный козырь который мы все будем использовать на переговоры более того появится в ближайшее время презентация с помощью которой экспертный совет был пройден и соответственно мы получили поддержку мы получили признание каждый из вас сможет пользоваться этой презентацией естественно там много формул естественно там много технических обоснований но по-другому друзья по-другому и невозможно пройти экспертный совет и пройти очень серьезную презентацию при министерстве транспорта российской федерации но на самом деле это только начало и нам предстоит еще много серьезных презентаций чтобы добиться не просто признания а уже широкомасштабного распространения нашей технологии по всему миру чтобы уже 2017 2018 году мы не один к одному получали дивиденды и имели ценность наших обязательств наших акций а уже даже больше 1 к 3 1 к 5 и даже 1 к 10 на самом деле тот потенциал адресных проектов который закладывается с нашими текущими зреющими так скажем партнерами он колоссарен но это было бы невозможно и многие заказы уже посыпались в головную компанию многие заказы сейчас прорабатываются абсолютно неожиданные заказы именно после признания инновационной технологии экспертным советом при министерстве транспорта российской федерации друзья этого на самом деле сейчас можно сказать ждал Анатолий Эдуардович Ницкий лично десятилетие это прошло 7 лет с презентации Дмитрия Анатольевича Медведеву и можно сказать что время действительно пришло если кого-то не заинтересовало именно что технология Skyway была официально признана международной консалтинговой компанией и об этом есть специальный репортаж то друзья то что экспертным советом при министерстве транспорта российской федерации технология была признана и эту новость я думаю что мы введем традицию в оповещение новичка который приходит то есть каждый новичок который входит в проект он должен понимать какие события очень весомые самые весомые самые емкие произошли насколько на меньшие риски он входит по сравнению с тем человеком который ходил еще допустим как я в феврале 2014 года когда не было не то что получена земля или сформировано научно-производственное конструкторское предприятие первые так скажем сейчас уже более 12 кб находится в бизнес-центре титан и формирует создают ту технологию на которую идут наши инвестиции но риски были намного больше и соответственно венчурная премия дискаунт также были достаточно более серьезными чем мы имеем на сегодняшний день но друзья дисконт дискаунт может очень быстро опуститься это возможность действительно которая бывает раз в сто лет я рекомендую использовать эту возможность потому что не то что не хватит места на международном экономическом копчеге просто закончится возможность финансирования в корневую компанию и в один прекрасный момент мы все скажем спикеры что друзья все финиш и соответственно возможность финансирования в корневую компанию закрыта кто проинвестировал тот молодец кто не проинвестировал может участвовать в адресных проектах если допустим инициатор захочет и изъявит желание что народное финансирование будет привлекаться но личная идея и личное желание Анатолия Эдуардовича Юницкого является то что даже когда будет закрыта возможность финансирования в корневую компанию все равно все равно будет развиваться движение Skyway все равно будет развиваться сеть Skyway потому что этого не делал никто и никогда это формирование сети будущего спроса будущих потребителей это то чем не обладает ни одна современная транснациональная корпорация это поддержка большого количества людей друзья это дорогого стоит это признание это народное признание и то что Генри Форд когда-то вывел на рынок первый народный автомобиль и быстро завоевал то есть рынок ответил мгновенным фактически спросом но при развитии конкуренции когда народных автомобилей стало уже больше соответственно с конкурентами лично Генри Форду и корпорации Форд стало бороться сложнее на сегодняшний день Детройт находится в упадке корпорация Форд соответственно является не самой топовой потому что не было поддержки народа не было тех ноу-хау и того опережения событий в виде формирования новых уровней технологии которые внедрялось в автомобильной промышленности друзья это как раз таки в первую очередь в голове и это все передается тем инженерам конструкторам генеральным конструкторам которые имеют интуицию и могут это понять могут это принять могут это самое главное применять и соответственно все это формирует безопасность инвестирования в нашей технологии то есть риски снижаются с каждым днем это действительно не может не радовать и друзья повторяем еще и еще раз будем повторять на каждом вебинаре потому что возможность финансирования корневой технологии может исчезнуть уже до конца 2016 года возможно это произойдет даже еще раньше но друзья успевайте пожалуйста рассказывайте об этой возможности когда вы уже либо хотя бы просто зарегистрировались в проекте хотя бы получили 100 акций в подарок соответственно рассказывать об этом всем и каждому потому что потом такой возможности не будет и те люди которые на сегодняшний день являются уже крупными инвесторами крупными акционерами соответственно такие люди уже войдут в историю и войдут в качестве пионеров первопроходцев технологии skyway и соответственно те кто поверил в числе первых в технологию skyway и соответственно инвестировал и получил максимально венчурную премию и дамы и господа сегодня вот запишите тоже на выступление Сергея Анатолевича Сибирякова скопируйте себе не пропустите не упустите шанс на все ОИП то есть обучающие инвестиционные программы даже спецдисконт если он является новой покупкой до 29 числа включительно будет действовать специальный промокод то есть я его скопирую чуть позже и для новичков по традиции 100 акций при регистрации тоже пожалуйста промокод то есть сейчас минуточку его скопирую чтобы не забыть чтобы это не потерялось в чатах потому что на наш взгляд это очень важно и очень ценно для вхождения в первую очередь новичка потому что если бы мне рассказали такие новости которые мы рассказываем вам сегодня то есть про именно вот подтверждение инновационности технологии экспертным советом при министерстве транспорта российской федерации скорее всего то уже у меня было бы еще более сильное желание развивать компанию несмотря на то что оно и так было сильное еще более сильное желание проинвестировать это была бы совершенно другая сумма и пожалуйста воспользуйтесь возможностью почему до двадцать девятого числа до двадцати трех тридцати потому что двадцать девятого числа будет объявлены супер положительные новости возможности использования рассрочки на тех условиях самых выгодных на которых рассрочка начиналась и это особенный день который действительно раз четыре года пройдет международный телемост skyway инвест групп двадцать девятого февраля шестнадцатого года пожалуйста запомните эту дату и соответственно запишите себе и друзья также хотел объявить перед тем как передать слово Сергею Анатольевичу Сибирякову что обязательно суммы которые свыше двухсот долларов воспользуйтесь новыми способами пополнения через БПС Сбербанк то есть сразу напрямую на Беларусь пополняя кошелек таким образом вы ускоряете процесс поступления общей инвестиции на денежный счет в Минск и соответственно это ускоряет и обеспечивает бесперебойное финансирование строительства экотехнопарка Skyway это является одной из наших сейчас первоочередных задач естественно будут присоединяться крупные игроки финансирование будет ускорено будет запараллельно также многие процессы по созданию технологии и друзья мы не могли этого предположить мы все ждали и это происходит вот вот собственно произошло признание экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации и никто даже не может предположить какие новости нас ожидают но я думаю что это будут определенно положительные новости потому что с каждой недели у нас прибывает все лучше и лучше новости я думаю это отличный мотиватор и отличный повод чтобы рассказывать действительно технологии Skyway всем и каждому строй Skyway спасай планету ну а я передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову чтобы соответственно человек который в проекте уже более 15 лет со своей точки зрения с высокой точки зрения рассказал о процессах которые на сегодняшний день происходят в группе компании Skyway и непосредственно в Skyway Invest Group Сергей Анатольевич вам слово о наконец-то победил я свою техническую проблему здесь видно сейчас это так друзья дайте обратную связь как видно как слышно так отлично отлично вот я друзья за последние там я даже не знаю сколько месяц наверное кто ходит кто следит за нашими вебинарами наверное заметили что я первый раз веду вебинар из своего офиса из своего кабинета вот что чем я могу сказать очень приятно вот потому что так давайте вот так вот вот поэтому очень большое количество сейчас идет тут Влад пишет личный нюбис это аналог самолета друзья будет в ближайшее время очень интересная анимация готовится которая вообще все ответы все вопросы смотрите в репортажах смотрите вот поэтому будем будем доводить информацию вот прошлый вебинар мы ввели с Алексеем с Минска вот днем мне сегодня пришлось то есть тоже сейчас очень интересно идет работа с группой компаний с инвесторами с теми кто осматривает уже непосредственно адресные проекты то есть такая очень интересная подключилась мощная команда к работе вот мы с ними сейчас много что согласовываем делаем и в ближайшее время готовится к запуску целая сеть адресных проектов которые будут рассчитаны и в России и в Азии и в Африке то есть очень интересная такая работа ведется вот и на прошлой неделе мы летали в Минск именно с этой группы там подключился к нам один интереснейший мощнейший фонд я про него уже упоминал Эфельгрупп это серьезная финансовая группа французская с давними давними корнями именно в инновационном бизнесе и эта вся работа сейчас накладывается и на вот это признание экспертным советом технологии специалистами Минтранса это тоже очень знаковое событие знаете как марафонец который идет длинный длинный марафон и вот он подходит к рубежу и он шел он к этому стремился вот когда это происходит это результат большой большой работы и точно так же сейчас потому что я по чатам смотрел не все осознали не все до конца поняли это в общем то друзья и нормально тот кто не крутится в этой сфере тот кто не понимает сути и глубины того что происходит вот тут мне даже один написал он говорит ну и что вы там одним пунктом признать технологию существующей инновационной и готовой к применению вот ну и что друзья понимаете вот а я могу сказать что для того чтобы эти три слова или одну фразу получить Евницкий работал десятки лет и последние три месяца когда шло согласование ведь это же не просто так прийти то есть это 31 эксперт при Минтрансе который все представляют разные компании разные технологии разные инвестиционные группы то есть там была очень мощная конкуренция внутри мы столкнулись с теми кто уже пытается модернизировать технологию Skyway то есть те кто раньше работали в конструкторском бюро Юницкого и те кто инвестирует и покупает сегодня зарубежные не аналоги то есть аналогов здесь нет а зарубежные конкуренты то есть те которые также претендуют в в этот так написано кто вас пригласил ситуация была очень простая Юницкий написал письмо на премьер-министра страны Дмитрия Медведева и он расписал и он расписал министерство транспорта работ так сказать все сейчас секундочку извиняюсь за техническую за технический сбой значит и соответственно Медведев расписал письмо от министерства транспорта и они пригласили Антон Раджа для того чтобы он представил свою технологию и когда он пришел на вот это первое совещание ну там более двух месяцев назад то это была не просто презентация технологии к чему он готовился и что он делал а это была скажем так рабочая группа с конкурентами задача которых было доказать что технология SkyWay несостоятельна и соответственно что ее рассматривать на сегодняшний момент нецелесообразно вот но опуская определенные подробности после двух месяцев работы все эксперты включая конкурентов ненавистников просто нехороших людей признали о том что никакая технология конкурировать не может ничто близко не стоит сегодня со SkyWay что эта технология существует инновационно и готова к внедрению и поэтому друзья я могу сказать что это действительно победа это действительно очень важное знаковое событие потому что придя к конкурентам которые не просто тебя не любят а которые просто не хотят чтобы ты даже присутствовал на этих совещаниях заставить их признать и мы там с одним олигархом я про него много раз упоминал что это была последняя попытка создать с одним крупным бизнесменом совместную компанию здесь в России вот который просто после этого купил технологию Ашбан немецкую добился благодаря своим лоббистским способностям финансирования из бюджета развития дальше этой технологии и сегодня строят здесь у себя под Москвой очередной гибрид ежа с удавом то есть когда есть предположение что получится 10 метров колючей проволоки вот сегодня эти специалисты вынуждены признать что сравнение с технологией Skyway сегодня некорректны что никакие тактико-технические характеристики которые они закладывают то что они создают они даже близко не могут быть Skyway и здесь вопрос почему Тюницкий мог это аргументировать и почему это невозможно было на экспертном уровне признать потому что друзья чертежи потому что стройка потому что испытания потому что уже действующие образцы и модели против этого с инженерной точки зрения друзья спорить бесполезно можно конечно сказать что это все ерунда я все равно не верю но экспертное сообщество друзья таких вещей не прощает и поэтому я могу сказать что когда сейчас задают вопросы особенно вебинаров для новичков о том что как технически здесь я могу сказать что друзья Юницкий и так проходил эти жернова вопросов экспертных оценок огромное количество но то что сейчас пройдено и сделано и доказано здесь друзья я могу сказать что друзья не заморачивайтесь на этот предмет есть экспертный совет при Минтрансе куда входит тридцать один человек наиболее авторитетных в области транспорта которые признали согласились и ничего не могли даже на определенное желание выступать против ничего не могли сделать я вам могу сказать тут весь вопрос а ведь могли зарубить да нет уже не могли зарубить потому что когда Юницкий на первом же совещании показал репортажи с Мариной горки где идет строительство где идет монтаж 19 промежуточных опор где идет изготовление продувка в веб-варианте а сейчас готовится продувка в аэродинамических трубах с этим друзья спорить с технической точки зрения невозможно потому что каждый специалист понимает если идет строительство опоры значит первое она спроектирована она рассчитана она заказана и она уже строится в поле просто так друзья без чертежей и без расчетов это делать нельзя и еще я очень повторял несколько раз эту цифру сегодня в течение не выбирала потому что юницкий просто когда читал в чатах там один раз взвился даже когда один умник ну по-другому не называешь пишет ну что это за такое там четыре человека на полигоне строят опору и говорят что это будет супер-пупер инновационная вещь на что юницкий говорит а что если бы сейчас там работало десять тысяч человек и они там вручную что-то делали копали и так далее вы бы считали что это инновационная технология да нет друзья это ерунда то есть это как раз показывает что очень небольшим персоналом очень небольшими техническими средствами строится дорога пропускная способность потому что когда юницкий вот так вот вскользь сказал что знаете вот у этой анкерной опоры которая совмещена со станцией пропускная способность 60 миллионов пассажиров в год то есть как у дубайского аэропорта а чтобы понятно дубайский аэропорт это 100 гектар и огромные терминалы десятки взлетно-посадочных полос а пропускная способность точно такая же как у одной анкерной опоры скайвея так вот я могу сказать что вот мы с вами эту цифру услышали и многие даже не придали ей значения ну подумаешь а замминистра транспорта который услышал эту цифру он просто подпрыгнул до потолка и говорит не может быть юницкий вот здесь мы тебя поймали за язык потому что этого не может быть потому что это ерунда и когда они получили все расчеты все чертежи все доказания они вынуждены были признать да действительно это такая пропускная способность у этой трассы и возражать здесь друзья невозможно поэтому сегодня это даже важно не для с точки зрения что завтра нам побегут заказы или с точки зрения завтра у нас выстроится очередь из инвесторов нет друзья сегодня важно что мы прошли вот эти вот горнила жернова можно как угодно это называть именно экспертного сообщества и сегодня когда вы разговариваете с профессиональными инвесторами или крупными инвесторами которые задают вопрос а как это оценивается или как то вы достаете и показываете вот экспертный совет Минтранса признал поэтому возразить он ничего не смог ну и второе друзья очень важно что мы сейчас готовим ряд соглашений с губернаторами с мэрами городов то естественно что когда идет экспертная работа и доказательная работа с транспортниками городов то это конечно звучит очень и очень убедительно поэтому я еще раз прежде всего Анатолия Дарча Юницкого Виктора Бабурина всю команду конструкторов поздравляю с этим очень важным событием потому что это действительно профессиональное признание это действительно анализ и признание в экспертном сообществе того что эта технология существует что она инновационная то есть она новая не имеющая аналогов и то что она готова к внедрению и здесь я могу сказать что вы слышали это все в репортажах Юницкий не раз это говорил что без нашей с вами работы здесь я могу сказать нашей с вами то есть построение краудинвестинговой системы краудпроводящей системы строительство работа конструкторов это было бы все невозможно сделать и это наша общая победа это наше общее признание о том что мы делаем и соответственно это ну скажем так очень простенький документ который казалось две строчки но это показывает я просто комментирую так же как приходится комментировать и четыре человека которые работают и говорить что ребята это не недостаток а наше большое преимущество то что в снег в грязь в слякоть четыре человека строят дорогу которая будет потом сверхприбыльным проектом с точки зрения транспортной инфраструктуры точно так же для тех кто не понимает того что мне тут один написал письмо что ну что это за признание вот если бы владимир владимирович путин бы вызвал юницкого и сказал анатолий дуарович строй скайвей спасай россию пожал руку и дал бы ему миллиард долларов вот тогда это признание а это друзья ну понимаете злую шутку о чем о чем я сейчас говорю поэтому для лично юницкого для всех конструкторов а мы были с Алексеем с уходовым в этот момент в минске когда пришел этот протокол это была конечно очень серьезная радость это была очень серьезная победа и я могу сказать она заслуженная и заслуженно то что буквально в этот же день появились и мы были с делегацией очень крупных инвесторов которые продвигают уже серьезных инфраструктурных проектов и в России и в Азии и в Африке именно для того чтобы применять технологию skyway и это тоже показательно и тоже знаменательно что началась работа над такими проектами и как раз когда в аргументах такого рода специалистам финансистам есть возможность показать протоколы работы это конечно друзья начинает работать синергия того что мы с вами делаем и когда демонстрируется то что делается на полигонах то что делается в мариной горке и когда демонстрируется экспертное заключение то все это вместе складывается как раз в очень серьезную работу которую мы с вами проделали которую мы с вами делаем и которая дальше будет выходить совсем на другие горизонты совсем в другую плоскость и до конца этого года нас ждут друзья интереснейшие события мы увидим очень много серьезных и интересных движений моментов когда поедет встречаться в Австралию с инвесторами и подписание соглашений которые сейчас будут идти целая целая череда и первое надеюсь начнем в марте месяце с города Самары то есть Самара у нас всегда будет впереди планеты всей и мы сейчас готовим еще ряд соглашений с губернатором Красноярского края и Санкт-Петербурга и сейчас обсуждаем в Москве проект то есть это все друзья идет идет процесс и это начало большого большого пути который мы запускали который мы делаем и который сегодня на наших глазах стартует и я очень рад что вы все вместе с нами участники этого процесса что вы все вас хватило терпение прежде всего мудрости чтобы или интуиции зайти в проект терпение для того чтобы ждать и смотреть как развивается проект и сегодня уже действительно удовлетворение когда мы видим результат естественно что самый основной результат друзья это когда будет возможность уже продавать наш инвестиционный пакет когда это все переводить в деньги когда получать прибыль когда получать дивиденды от начисленных акций это все друзья я тоже думаю что нас ждет не за большими там далекими горами то есть в этом году мы реально ожидаем закрытия краудинвестинга то есть прекращение вход вот этих вот мелких инвестиций и нас с вами то есть мы с вами уже выполним свою задачу и дальше естественно краудинвестинг не прекратится потому что это очень серьезная и большая работа это очень серьезная популяризация это очень серьезная социальная функция когда люди могут небольшие пакеты акций покупать а сегодня мы видим в америке когда акции фейсбука акции микрософта продаются уже в автоматах там по 5-10 долларов то есть это тоже сегодня назвать как краудинвестингом по другому тоже никак нельзя то есть это тоже друзья то что мы сегодня с вами делаем и это мы даже начали раньше чем вот эти вот крупные компании пятого технологического уклада так называемые силиконовые драконы сегодня обсуждается вопрос о создании уже своей струнной долины это будет не силиконовая sky далина где будет также очень много технологий которые будут увязаны строительство городов линейных городов строительство жилых кластеров производственных кластеров о том что будет связано с сельским хозяйством то есть стопроцентная экологичность о том как выводить сегодня чистую питьевую воду в стопроцентную экологичность воздух холод это тоже друзья вся среда обитания на которую сегодня и направлена группа компаний Skyway для того, чтобы развивать технологии и делать нашу среду обитания очень комфортной, очень правильной, а жизнь, соответственно, более справедливой. Потому что без этого больной человек, который, так сказать, для него что бы ни происходило, если человек питается неправильными продуктами, пьет грязную воду, пьет грязным воздухом, при этом не занимается спортом, у него нет этих возможностей, то качество жизни за все мы, друзья, платим, к сожалению, только своим здоровьем, здоровьем своих близких, своих детей, и это то, что, друзья, на что мы направлены, что мы должны менять, и, соответственно, друзья, что сегодня в наших силах. И мы, демонстрируя сегодня те результаты, которые идут от краудинвестинга, результат работы наших партнеров, результаты синергии, которые идут сегодня, мы уже не раз говорили, что отчасти совместно, а отчасти даже и конкурируя с компанией Эллена Маска, мы будем продвигать и вопрос автономной энергетики для жилья, который мы будем делать, и автономной энергетики для подвижного состава. Это тоже, друзья, что развивается, что движется в таком недалеком будущем, и то же, что мы с вами, друзья, увидим в Экотехнопарке, и в Марьиной горке, и еще в ряде регионов, которые сегодня есть, потому что для нас развитие и стабильность проекта, это чтобы он одновременно шел в разных регионах, разных странах, разных юрисдикциях, с разными инвесторами, и это как раз, друзья, и будет ответ сразу и скептикам, которые не верили изначально пойдет, и конкурентам, которые пытаются сегодня заставить, и, соответственно, врагам, которым это тоже, по сути, не нравится. Есть сегодня и такие. Но я могу сказать, что Skyway встал, Skyway движется, и то, что мы сегодня подошли и действительно становится призывом и лозунгом для уже десятков и сотен тысяч людей и становится смыслом жизни, это «Строй Skyway, спасай планету», я могу сказать, что мы, друзья, с вами выбрали очень правильное, очень грамотное, и, я бы сказал, очень благородное направление, хотя, как вы понимаете, не все это понимают, кто-то даже мешает, кто-то сознательно, кто-то несознательно, кто-то завидует, потому что много было попутчиков, много было соглядателей, много было желающих, которые хотели отобрать, но на сегодняшний момент все развивается так, как развивается, и мы с вами демонстрируем и показываем тот результат, который мы декларировали, к которому мы стремились и к которому мы, друзья, подходим. И это очень дорогого стоит. И, соответственно, те венчурные премии, которые сегодня закладываются в дискаунте, которые сегодня увидите в инвестиционных пакетах, это будет достойное вознаграждение за ту работу, которую мы с вами делали, делаем и будем дальше делать. Поэтому приглашайте, объясняйте, рассказывайте. Ничего здесь нет зазорного. Я на своем опыте могу сказать, что я общаюсь сейчас с очень крупными бизнесменами, которые уже высказывали желание некоторое время назад инвестировать десятки, сотни тысяч долларов. Сегодня, я могу сказать, этот процесс пошел. Сегодня доказательная база настолько убедительная, что люди принимают решения, и лично я знаю, и я обязательно приглашу, может быть, не на следующий вебинар, но через вебинар я обязательно приглашу несколько инвесторов, которые действительно не побоятся, во всяком случае, или записать интервью, или прям поучаствовать в конференции в нашем онлайн-вебинаре, которые могут сказать о том, что они инвестировали, что у них такие пакеты, и, как вы понимаете, это все обманывать или что-либо здесь делать, смысла нет никакого, потому что это все очень элементарно, легко проверяется. Поэтому есть сертификаты на сотни и сотни миллионов долларов, которые выписаны компанией. Поэтому это, друзья, также очень убедительный и очень вопрос, потому что многие не верят, что есть инвесторы, которые инвестировали тысячи, десятки, сотни тысяч долларов. А сегодня речь уже идет о миллионах. То есть, причем это еще не адресные проекты, а это именно инвестиции в акции корневой компании. Поэтому это, друзья, процесс идет, и он сегодня очень убедительный и показательный. Второй вопрос очень важный. На меня сейчас выходит очень огромное количество людей, которые сами не могут убедить крупного инвестора или крупного чиновника, и просят меня подключиться. Я довольно-таки много времени трачу по скайпу, а иногда даже куда-то приходится выезжать для того, чтобы объяснять и показывать, и аргументировать позицию. Потому что действительно все-таки доказательная база, и опыт по работе у меня довольно-таки большой, и я могу довольно-таки убедительно показать, и аргументированно показать крупным потенциальным инвесторам о том, что делается. И сегодня эта работа также активно идет, и я думаю, что это и нравится тем, кто сегодня находит таких людей, потому что у нас абсолютно партнерские отношения, потому что люди, которые приводят таких инвесторов, они, естественно, получают свое реферальное вознаграждение, которое им полагается, а компания получает крупных инвесторов, и это как раз одна из частей моей работы, которую я сейчас очень активно и активно делаю, и она развивается все больше и больше. Вот, поэтому, друзья, если вы будете говорить, что у вас, или вы не можете кого-то убедить, вам не верят, или еще что-нибудь, это, друзья, просто из недостатка опыта и недостатка аргументации. Поэтому смотрите, изучайте материалы сами, показывайте репортажи, то есть я тоже говорил уже об одной практике, что я сегодня репортажи, которые наиболее интересные, такие показательные, я рассылаю ряду таких крупных банкиров, инвесторов, ну, естественно, из личного круга, кто меня знает, кто не просто это будет в спам отправлять, а для того, чтобы им просто показать, что, ребята, смотрите, произошло вот это решение, вот, так самое, тут вот ДДД пишет Лохотрон, не знаю, я за чатом не следил, наверное, это в мой адрес, то есть или в адрес Юницкого, который показал заключение Минтранса и строительство анкерной опоры, а ему говорят, нет, Юниц, нас манываешь. Поэтому, друзья, конечно, такие люди будут всегда, это засланцы, это люди, которые, то есть я вам честно могу сказать, что за 15 лет, вот что в проекте, есть ряд людей, которые сегодня, поверьте мне, я это знаю не понаслышке, я лично знаком с этими людьми, которые сегодня, видя, что происходит, видя, что строится, видя поддержку, которая сегодня есть, они сегодня просто исходят на, извините, одно слово, Г, то есть они их сегодня воротят от того, что это делается, и у нас что-то получается. И, к сожалению, друзья, по мере того, как мы будем больше и ближе подходить к результату, такие люди все больше и активнее будут и появляться, и активизироваться, потому что они считали, что без них этот проект двигаться не может, а я могу сказать, незаменимых людей нет, кроме, наверное, одного Юницкого в данный момент и в данном случае. А через некоторое время, вот как он и нам с инвесторами на прошлой неделе говорил, что он отстраивает систему, которая через буквально 2-3 года будет работать автономно, и уже вне зависимости от того, как будет работать и чем будет заниматься Юницкий, система будет активно развиваться, и акционеры, и инвесторы будут 100% защищены. Поэтому, как говорится, дай Бог здоровья Анатолию Юницкому еще долгие-долгие лета, и я думаю, что он нас будет радовать своими техническими решениями еще не один десяток лет. Во всяком случае, я на это очень серьезно надеюсь, и так как у него в семье очень много долгожителей, мама до сих пор, его отец, так сказать, вот поэтому я могу сказать, что я думаю, мы увидим. А теперь с технической точки зрения, я очень давно слежу, смотрю и понимаю суть проекта, и я могу сказать, что те технические решения, которые мы с вами сейчас видим, а особенно еще в ближайшее время увидим на полигоне, я могу сказать, друзья, они настолько впечатляют, и они настолько, как я уже говорил, что меня трудно удивить с точки зрения проекта Skyway, но могу сказать, что уже с начала этого года Анатолий Довальевич умудрился трижды продемонстрировать такие технические решения, которые не просто меня удивили, а которые, я понимаю, что реальность сегодня мы обсуждаем и делаем, это настолько небольшая вершина айсберга, а глубина вот этих вот технических ноу-хау и решений, которые мы с вами увидим, она просто не имеет границ. Поэтому каждый может к тому, что я сейчас утверждаю, это мое личное утверждение, к этому вы можете относиться как угодно, то есть я не утверждаю здесь на истинность, но я могу сказать, что я видел ряд решений, которые Юницкий показал пять лет назад, после того, как произошла история в Австралии, и он сделал следующее четвертое поколение технологий и грузовой, и пассажирской, и скоростной системы, и я видел следующий скачок, то есть который уже сегодня, наверное, это 4С, если говорить языком айфона, или приближается к пятому поколению, если говорить в той классификации, которая сегодня есть. Поэтому, друзья, давайте в завершение, я сейчас даже не хочу комментировать результаты Красноярского экономического форума, откуда я только что приехал, потому что я в очередной раз посмотрел на людей, которые пишут стратегию 2030 развития России, а знаете, чем интересно тут прокомментировать, чем интересно 2030 стратегий, которые представляли на экономическом форуме, которые там с нашими пыщенными щеками обсуждали, единственное было интересное выступление Олега Дерипаски, я его тоже знаю там, Бог знает сколько лет, так вот, его одно из самых здравых выступлений, так вот, настолько критически везде в прессе прошло, что он там и критиковал правительство, это он задал один вопрос, ребята, вы хоть знаете, понимаете, что вы делаете? Вот со стороны складывается впечатление, что вы с закрытыми глазами и даже не представляете, куда идти. Вот вопрос можно задать, вы что собираетесь делать? И, друзья, оказывается, этот вопрос вызвал шок. Так вот, сегодня, вот эта стратегия 2030, она идет за стратегией, если кто не знает, 2020, то есть мы сейчас живем в 2016 году, а 10 лет назад, там даже 12 лет назад, разрабатывалась стратегия 2020. Я принимал в этом участие, я думал, что это действительно стратегия развития страны, что надо в этом принимать активное участие, тратил кучу времени, ездил по всем этим конференциям. Так вот, знаете, что было интересно с стратегией 2020, это кто не знает? Большинство, я думаю, абсолютно уверен, вы следите за это. Так вот, концепция была отменена еще до того, как ее приняли. То есть признали, что 2020 концепция устарела, она не может быть реализована, и приступили к концепции 2030. Так вот, исходя из тех темпов, исходя из той логики, которую они делают, я им сразу предложил, друзья, переходите сразу к концепции 2050. Поэтому, чего вам мелочиться? Потому что то, что вы делаете, все равно к реальности не имеет никакого отношения. Потому что, ну как, вот я сижу и задаю вопрос, друзья, как вы собираетесь делать стратегию развития Сибири и Дальнего Востока без Skyway? Вот как? А слово Skyway не звучит даже ни разу. Это все равно, что в 90-м году обсуждать телефонизацию страны, не понимая, что такое мобильная связь. Это глупости. Так вот, они сегодня занимаются глупостью. И когда смотришь, когда куча, в общем-то, изображающих из себя умных людей, умных экспертов, которые являются министрами, крупными бизнесменами, сидят и толкут воду в ступе, не понимая, о чем они говорят, это, конечно, вызывает, ну я могу сказать, несколько таких странных эмоций. Я могу сказать, что когда после этого я пришел на нашу Skyway-вскую конференцию, и проводили, так сказать, сторонники проекта, и когда мы собрались, и все пообсуждали, насколько это другое понимание, насколько это другое развитие, насколько это другой подход. Понимаете? Поэтому я могу сказать, что, друзья, то, что мы сегодня с вами делаем, оно не имеет альтернативы, потому что уникальная технология, она не имеет альтернативы, потому что мы с вами создали уникальную краудинвестинговую систему, она не имеет аналогов, потому что мы сегодня создаем шестой технологический уклад, А многие сегодня даже не представляют и не догадываются, что это такое. А мы с вами еще и закладываем, друзья, и вы видели интервью Юницкого, который говорит, что его задача – это уже приступить к реализации седьмого технологического уклада. И вы помните, что если интернет – это пятый уклад, если Танснет – это шестой технологический уклад, то сегодня Spaceway, то есть следующая сеть, посмотрите репортажи Михаила Кириченко, это уже седьмой технологический уклад. Это вывод всей индустрии, которая сегодня нарушает экологию Земли за пределы биосферы. И, соответственно, это новое качество жизни, которое мы с вами, друзья, увидим уже через 15-20 лет. Ну вот, друзья, на этом, так, после сегодняшнего вебинара промокод, друзья, будет обязательно. Сейчас его Алексей вам выдаст. Соответственно, как только подпишет соглашение Самар, мы сразу начнем с склада в стройку и проектную документацию. Михаил, отлично, это как раз очень радует, потому что наша задача, чтобы любой адресный проект финансировался именно за счет краудинвестинга в этом регионе. И мы как раз и запускаем, и делаем, и возможности первым войти в проект будет именно у жителей Самары и Самарского региона. А здесь, я могу сказать, там проделана огромная работа, там будет и первый этап 2,5, потом 10 километров, а вообще там местные ребята нарисовали проект аж на 150 километров первых трасс, которые предполагается построить уже в 16-м году, а в 17-м году уже активно вести, активно строить. Вот, и так же у нас такие же проекты сейчас готовятся к рабочей группе в Санкт-Петербурге. Вот о чем я, то есть у меня уже друзья просто по времени, наверное, по-моему на прошлой неделе я был в мэрии в Санкт-Петербурге, встречались там с рабочей группой, которая возглавляет Игорь Слиняев, извините, Игорь Албин, нынче он у нас перекрасился. Вот, соответственно, так же договорились, что они поедут с делегацией в Марьину горку для того, чтобы общаться с конструкторами, общаться с Юницким, смотреть и принимать возможности технологии для развития Санкт-Петербурга. Такая же работа у нас идет по Москве, вот, ну и не буду сейчас перечислять еще регионы, где мы это работаем. По мере подготовки я могу сказать, что соглашение мэра с Самарой будет подписывать лично Антон Юницкий, вот, он приедет в Самару, подпишет эти... Потому что когда это будет, сейчас сроки уточняются, и тем более сейчас у Юницкого настолько плотный график, что нам вот такие вот вещи, такие соглашения надо сейчас в этот график вставлять, но он сказал, что это важно и будет, ну, скажем так, это соглашение, это мероприятие проводить сам. Так, друзья, ну вот, в общем-то, всю информацию, которую мы на сегодня для вас готовили, сегодня навели, я считаю, мы с Алексеем делали. У тех, кто сегодня не получил какие-то информацию или остались какие-то вопросы, друзья, не обессудьте. Мы стараемся, мы работаем, я считаю, что довольно-таки много полезной, нужной и важной информации сегодня и в ближайшее время. Я вас могу, друзья, просто заверить очень многих вещей. Уже приходит то время, когда говорить просто нельзя, мы будем либо их обозначать штрихами, вот, либо уже говорить по факту, потому что начинается очень много уже бизнес-процессов, вот, там у нас появляются уже бизнес-партнеры, поэтому много информации конкретной скрывать уже будет нельзя, но все, что вы будете видеть, все, что мы с вами будем анализировать и освещать на наших вебинарах, я могу сказать, что это, друзья, будет очень значительная и очень важная вещь. Тут вы можете мне просто поверить на слово. А через некоторое время, когда я вам буду говорить, вот это я имел в виду, когда вам говорил, значит, я буду иметь на это полное право. Поэтому, друзья, еще раз поверьте мне, вас в ближайшее время, я могу сказать, месяц, два, три ожидают настолько для вас неожиданные и шикарнейшие... Опять, не люблю этих слов, потому что это звучит очень некрасиво, очень пафосно, но я могу сказать, что ни один человек, не то что в России, а на Земле, равнодушным к тому, что будет происходить, не останется. Вот, поэтому, а для нас, друзья, это работа, для нас это доказательная база, мы будем показывать, что еще очередные подключаются партнеры, очередные мэры, губернаторы, компании. Это все, друзья, у нас только впереди, поэтому строй Skyway, спасай планету. Мы с вами занимаемся все очень нужным, важным, благородным и, я бы еще сказал, выгодным делом. Все, друзья, до новых встреч. Так, промо-коды вам Алексей все показал, для новичков акции, по 100 акций он вам рассказал, поэтому, друзья, давайте до новых встреч, всего доброго.